Начать я предлагаю с, ну, уже этого «Черного лебедя» войны в Украине, ситуации с Крокус-холлом, да, концертным залом. Задерживают и показывают кадры задержания террористов. Мы видим заявление официальной ФСБ об украинском следе. И, собственно, напрашивается главный вопрос, который я уверен просто. Вот я даже поражался вот этим заявлением с украинской стороны вчера в моменте, когда, ну, развитие ситуации, ужасной ситуации с атакой на обычных людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». И там, ну, собственно, говорилось многое и где-то даже не в попад, но, тем не менее, комментировалось у нас. Кто-то в пабликах радовался, кто-то, наоборот, ужасался. Но это всё такая реакция была на то, что, по сути, происходят события, которые в глобальном пределе можно назвать неким переломом вообще восприятия и понимания того, что происходит. Никаких политических, там, религиозных требований, хоть там и говорят, что ИГИЛ, но, собственно, я думаю, что сейчас будет больше информации о мотивах всего происходящего. Но как это повлияет на события, происходящие в Украине и вокруг Украины? Да, события действительно сложные. Мы даже, я думаю, я не исключение, мы, наверное, все сидели на ленте новостей все эти часы, потому что поток был огромный, противоречивый. И, конечно, стало очевидно, что это вот тот самый, тот самый чёрный лебедь. Но мы видели и то, как менялись акценты. Видимо, были заготовки, потому что скорость, например, с которой отреагировал на события Медведев, с очевидными такими открытыми акцентами, да и ряд других заявлений, которые прошли буквально в считанные часы, там, час начавшейся трагедии. И свидетельствовал, что была какая-то уже, ну, грубо говоря, матрица, как вообще воспринимать любое событие. Тем более, нужно же учитывать, ну, это тоже правда жизни. Мы находимся в ситуации, когда кроме линий фронта идет война спецслужб, идет война спецопераций. И любое событие, по большому счёту, можно приимитировать, да, вот использовать метод имитации, который впишется в общий ряд. Даже сведение личных счётов, в определённом смысле, можно подгонять, в такой мутной воде можно подгонять любое событие под общий ряд. В этом опасность и сложность ситуации. Но вместе с тем я бы отметил и то, что была некоторая пауза и растерянность в состоянии политического руководства России. То есть, вначале, ну, казалось, что вот-вот она сейчас будет, быстрая реакция, жёсткие обвинения со стороны первых лиц. Тем более, трагедия такого масштаба, что молчание Путина и, ну, более таких весомых фигур, да, выглядит уже странно. Как минимум, соболезнования должны быть погибшим согражданам, как минимум, какие-то обещания разобраться, ну, потому что должна обеспечиваться эта связь. Нет, такого не произошло. Значит, по всей видимости, сам ход событий был в определённом смысле, ну, скажем так, крайне сложным в плане выработки общей позиции. Давайте вспомним, что буквально в этот же час начавшейся трагедии в центре была информация о том, что со стороны наших западных партнёров, спецслужб, официальных даже лиц появились заявления о исламском следе, о действии террористов, вспомнили о предупреждениях, которые были там пару недель назад, вспомнили и о событиях 8 марта, по-моему, да, когда были аресты, там, какой-то ячейки ИГИЛ в Подмосковье. Но, грубо говоря, вот этот весь мутный поток, он привёл к тому, что события как бы расслоились. Есть трагедия в центре, где шли спасательные работы, где искали террористов. И есть этот какой-то странный информационно-политический поток, который выглядит уже неадекватно происходящим. Но если решение реакции, это одна ситуация, если пауза какие-то задачи, которые визуализируются в стране, где произошла такая трагедия, а здесь какая-то постоянно путаница и микс сигналов. Даже, я думаю, многие из нас сидели на ленте и пытались хоть какие-то акценты вычтенить. Было достаточно сложно, сложно и противоречиво. Но всё-таки, знаете, как в старой формуле дилектической, всё последующее проливает свет на предшествующее. Поимка предполагаемых исполнителей в Брянской области Российской Федерации, граждан, гражданства, они, по-моему, несколько человек уже идентифицированы как граждане Таджикистана, хотя власть Таджикистана уже отреагировала и опровергает эту информацию. Ну и определённый, знаете, рисунок трагедии, где произошло скорость происходящего, движение предполагаемых участников, всё это подводит к некой легенде. Вот, возможно, отстраивание легенды, этот термин часто используют спецслужбисты, да, как вот один из, но легендирование – это не только сфера спецслужб. Легендирование – это часть ментальной работы. Человек так устроен, что он, осмысливая жизнь, представляя себя, свой поступок, вольно-невольно занимается тем самым легендированием. То есть он выстраивает объяснение, исходя из тех акцентов, которые ему сейчас актуальны и важны, и таким образом его позиция или позиция какого-то социального субъекта, выраженная в идеологии, идеология – это тоже легенда, она всегда существенно отличается от реального материального процесса. Так вот, легендирование – это как бы иорганичная часть жизни, и вместе с тем это инструмент действия спецслужб, которые каждое событие пытаются как-то логично представить, чтобы оно было вписано в реальность, выглядело как реальность. Вот сейчас мы находимся в пространстве легендирования. Как представить это событие? На что бы я обратил внимание сразу? Я не готов обсуждать все детали события, хотя, конечно, наверное, мы все сидели в этом потоке. Но на что бы я обратил внимание по прошествии больше, чем с полсуток уже? Первое. Мы видим определенный консенсус международных элит. Москва, Вашингтон, ряд европейских столиц, что сами действия, возможно, связаны с некой террористической организацией, громкой. Ну, называется сейчас ИГИЛ. Но подноготная теперь состоит уже в другом. Не столько в том, какое клеймо поставить террористам и в чем они признаются. Мы о признании узнаем тоже из официальных источников. А в том, как координировалась или как обеспечивалась деятельность вот этих самых террористов. Это первый момент. Второй момент. Я обратил внимание сразу на то, что сами действия исполнителей, волей-неволей мы были в потоке новостей, я думаю, и вы, и я, и многие наши зрители как бы в силу событий следили за тем, что происходит. Слишком технократичный акт. Вот сколько бы ни сравнилось с другими трагедиями, кто-то вспоминает события Норд-Ост, кто-то другие события подобного масштаба и с таким количеством жертв, мирных жителей. Это гуманистическая трагедия, независимо от политики войны и геополитики. Здесь надо оставаться человеком и понимать, насколько это больно, страшно и трагично подобного рода беды, трагедии. Надо оставаться людьми в любой ситуации и выражать сочувствие и понимать, что это недопустимо, это за краем. Но я веду к тому, что вопрос не праздный, как увязано будет событие, в котором, по всей видимости, на уровне дипломатических служб. Сейчас идет выработка формулы, кто сделал. И, наверное, вот это кто сделал, это будет какая-то террористическая организация и ее участники. Может быть, останется версия с ИГИЛ. Проблема состоит в другом. И это, пожалуй, самая опасная черта происходящего. Взаимодействовала ли ИГИЛ с кем-либо? Является ли это частью большей операции? Стоят ли за кадром исполнителей какие-то скрытые механизмы политические, поддержки или, как минимум, какая-то координация? В темную они действовали или есть какой-то более рациональный план? Поэтому вот сейчас решается этот вопрос. Потому что не случайно визуализирован маршрут. То есть представлена ситуация сейчас так, что исполнители этого теракта, который, кстати, выглядел скорее не как террористический акт, который всегда сопровождается какими-то условиями, какими-то заявлениями, то есть символизируется. А здесь ощущение такое, что просто было организовано массовое убийство, коллективное преступление. Но назвать безумием нельзя. Хороший уровень организации. Быстро, продуманно. И даже акцент был не столько на уничтожении физическом тех, кто находился в этом центре, сколько на создании вот самих условий катастрофы. Потому что все произошло достаточно быстро. И погибшие, как я понимаю, в ходе действий террористов, это, как говорится, было исполнено по ходу дела. Главное – поджог, блокирование и весь этот кровавый символизм уничтожения центра, где жертвы до сих пор, как я понимаю, обнаруживаются в разных помещениях. Вот этот знак, мне кажется, был важнее, чем, собственно, физическое уничтожение участников. Смотрите, я хочу добавить пока... Понятно, что деталей будет больше. Но вот во время задержания одного из, скажем так, убегавших террористов, собственно, что мы знаем по состоянию на момент нашего разговора? Оружие где-то было спрятано через телеграм, сказали где. Помощник проповедника как бы поставил эту задачу. Цель была убить людей. Вот это вот из... Ну как это все вплетается в хронологию? Цена – полмиллиона рублей. Это вот те факты, которые непосредственно в моменте задержания чего-то удалось узнать. Понятно, что потом это будет вконструироваться в другую, уже абсолютно другую рамку, о которой вы сейчас говорите. Продолжайте, пожалуйста. Да, ну я не могу похвастаться, что я уж так вот внимательным деталям, потому что такие события не могут не вызывать шок сами по себе, потому что это человеческая трагедия, и что тут со слова подбирать. Но несомненно то, что есть явное вот это расслоение между высокой степенью организацией акта, быстро подготовлено, там где-то места поджогов были фигурировать, там до десятка в потоке. Причем использовались не взрывные устройства, а более простые средства, буквально поджоги, какие-то зажигательные смеси. Исполнители достаточно быстро действовали, они знали, что делали. То есть зашли, согнали, стреляли в мирных жителей, в граждан, затем все это завершилось в трагедии поджога, который сам по себе по масштабам и последствиям даже круче оказался, чем действия террористов. И также организованно и слаженно покинули помещение. Я бы на что тут обратил внимание с точки зрения, скажущейся простотой. Четкость действий, отсутствие излишнего символизма, все анонимно. То есть какие-то люди в каком-то камуфляже, хорошо вооруженные, как будто выполнили техническую задачу, покинули помещение. На протяжении и до сих пор этих всех часов идет бурная, спонтанная интерпретация, что же это, кто же это. Даже после как бы захвата исполнителей, еще нужно будет получить подтверждение, что они это они, честно говоря. Но создана ситуация, в которой, в чем ее особенность? По большому счету любую интерпретацию можно на эту реальность наложить, и она будет выглядеть правдоподобно. Именно потому, что сам террористический акт, или сам акт убийства, пока и террористический, ему сложно назвать, потому что нет смысловой политической и идеологической конвенции. То есть приехали, уничтожили людей, уничтожили здание, уехали, а вы теперь гадайте, в какую матрицу это впишется. Но в чем я вижу главный риск? Я понимаю, что так, что когда началось это событие, по линии спецслужб крупных держав, в частности фигурирует Соединенные Штаты, и некоторые официальные лица тут же выступили со своими акцентами, возникла базовая версия, речь идет о ИГИЛ, о признанной международной террористической исламской организации, с которой велась война, которая сейчас как бы разбита на ячейки, даже из версии экспертов плохо раскоординированная. Вот ИГИЛ мстит и за предыдущие акции, где российские спецслужбы арестовывали какие-то ячейки. Ну, вот это все. Но здесь важен другой момент. Я думаю, что российская пропаганда, российская власть примет и будет идти по этой версии. Опасность я вижу в другом. В том, что интерпретация событий и его последствий может быть увязана в российско-украинскую войну буквально, и локация ИГИЛ, поддержка ИГИЛ, помощь в организации будет привязываться к войне и Украине как воюющей стороне, как обороняющей стороне. Вот это самая рисковая зона. Возможно, сейчас идет, вот мы, когда мы с вами записываем этот эфир, как раз идет вот эта подгонка фактов, данных. Возможно, даже появятся какие-то, в кавычках, свидетельские показания, которые это сошьют в одну версию. Почему я на это обращаю внимание? Потому что первая реакция многих экспертов, связанная с афгедией, была связана преимущественно с тем, что Кремль, который может быть тоже одним из организаторов, вообще в таких, кажущихся простыми, но на самом деле очень сложных событиях, это мое глубокое убеждение. Количество сторон сопровождающих, влияющих, конкурирующих за кадром, намного больше, чем исполнителей. Даже если вот такого рода террористы, да, используемые слепую, просто реализовали акт и имели поддержку там одной или двух сторон, третья сторона, а этой стороной могли быть и российские спецслужбы, могла не мешать довести до кульминации и пользоваться результатом. В этом весь ужас и цинизм этих игр спецслужб. Мы просто должны это... Я не претендую сейчас на версию, но я считаю, что мы должны просто иметь в виду, что игра спецслужб на порядке сложнее, чем поверхность событий. Даже тот факт, например, что вооруженная охрана и спецподразделения, которые как бы должны быть в этом центре, вовремя не появились, и происходящее через смартфоны нам представлено, да, просто какая-то стихия побоище, где вообще никого нет, растерянные охранники. Ну, крайне странно, согласитесь, для таких центров. Да и скорость прибытия. Ну, в общем, я не хочу нырять сюда, потому что я не являюсь военным там и спецслужбистским аналитиком, у меня не хватает компетенции. Я подошу к другому. В чем я вижу опасность? И она уже, честно говоря, наиболее очевидна, что у российского руководства, в условиях войны есть возможность воспользоваться этим событием, по всей видимости, ориентируясь в подноготной и в какого-то момента не вмешиваясь, то есть потакая тому, что был произведен этот шок, для того, чтобы связать поведение всемирно известных террористов, их ячеек, с войной в Украине против Украины и с теми, кто в Украине может быть связан с подобного рода актами. Вот в этом я вижу самую большую угрозу. Потому что что это даст Москве? Это даст Москве возможность спекулировать на теме международного терроризма, поддержки терроризма, проведение антитеррористических операций, вообще изменение статуса. Специальные военные операции в другой статус. Уже юристы и военные много написали о том, да и много справочного материала, в чем отличие специальной военной операции от антитеррористической или контртеррористической. Это возможно, но, пожалуй, самое тонкое место, куда могут сейчас бить в Москве и пользоваться этой трагедией, это подрывать репутацию Украины, Киева, политического руководства, украинских спецслужб, в глазах наших партнеров в очень ответственный момент. В очень ответственный момент. В момент, когда решается вопрос о новых подходах, масштабах и даже активном участии в обороне Украины. Ведь всю предыдущую неделю, да и мы с вами затрагивали эту тему, да, что было в фокусе? Новая позиция Макрона, формирование новой правоукраинской коалиции, которая готова к более активным действиям, даже возможность появления здесь контингентов стран Евросоюза, пусть даже вне рамок НАТО, но не суть. И вот этот вот острый момент, когда и в Европе еще нет консенсуса, когда Соединенные Штаты тоже в таком пока недоумении, да, давать деньги, не давать, и как поддерживать, и вообще чья это война, вот это все возникло в последнее время, да, в условиях их там, выбранной конъюнктуры. Происходит кровавое событие, в котором, как вывод, может быть со стороны Москвы, лично со стороны Путина, быть обвинение, что в Украине есть кто-то, что-то, какие-то силы, которые сотрудничают с известными, всеми осужденными, даже разгромленными террористическими организациями. А значит, как минимум тогда можно будет утверждать, что Украина вот подпадает под это жестко. Я не хочу просто спекулировать словами, но я думаю, что зрители, и вы понимаете, о каких определениях я говорю. Я в этом вижу самую главную опасность. Она одновременно и идеологическая, и политическая, и военно-практическая. Согласитесь, в такой ситуации, если Москва займет такую позицию, а это произойдет по всейимости сегодня, возможно, даже в момент нашей записи уже готовятся какие-то заявления, и они будут аргументированы допросами захваченных и так далее. То есть будет очень много фактажа. Уже появились первые заявления со стороны ФСБ, которые участвовали в операции по поимке. Я признаюсь, я слежу внимательно, потому что встревожен, как и все, и понимаю масштаб происходящего, поворотный масштаб. Угроза того, что Украина может быть обвинена как минимум в потакании терроризма, потому что самое главное и самое серьезное. Потому что даже если наши партнеры в это не будет, даже если наши партнеры сразу же начнут опровергать и участвовать в этой информационно-спецслужбистской войне, в поддержку, и будут аргументы, разоблачающие позицию Москвы, в любом случае мы оказываемся в таком очень сложном, мутном периоде, когда наши планы, расчеты, календарь событий может быть изменен и на фронте, и на дипломатическом фронте, ну и в плане тех мероприятий, которые намечены. Давайте мы посмотрим теперь, в каком контексте это происходит. Вот попытаемся промасштабировать. Давайте вот про контекст сейчас вы скажете. Я просто хочу сразу... Извините, я просто выговорил все то, что у меня выварилось утром, и понимаю, что это главный риск, который... Вот, по поводу главного риска. Я хочу просто четко задать вопрос и услышать ваше мнение. Путин может объявить войну и мобилизацию в России после этого случая? Ну, Александр, мое мнение, много... Я тогда, позвольте, пять минут, потому что важный, серьезный вопрос. Я постараюсь рассказать. Это первая реакция многих была, когда вот началось событие, что ну теперь Путин, значит, объявит войну, а война это означает задействование союза с Белоруссией, это вся мощь, так сказать, объединенных армий, весь периметр границ, ну и так далее. Ну, мобилизацию, которая грозится, но мое мнение... Дело в том, что в России мобилизация-то идет и с деньгами, и с насилием, и есть определенные физические пределы самой российской военной машины по производству техники, подготовке частей. Работа эта ведется. Недавно в наш год рапортовал, какие у них планы по созданию новых объединений, там корпусов до конца года. Я не думаю, что Путину сейчас нужны какие-то новые механизмы дополнительной массовой мобилизации. Да и оборонный комплекс России имеет свои пределы физические. То есть, грубо говоря, этой острой необходимости нет. Российское общество и так мобилизовано, совсем недавно проголосовало за Путина. Кто голосовало, кому переписали, я даже не буду это комментировать, понятно. Нарисовали цифры. Но на каком фронте сейчас начался бой? На мой взгляд, Кремлю крайне важно сейчас использовать эту трагедию, распорядиться этой трагедией так, чтобы существенно ограничить возможности, репутацию, практически программы взаимодействия Украины западными партнерами, придать новый характер, имиджевый, идеологический всему политическому и военно-политическому руководству Украины, затормозить и торпедировать программы. Ведь есть публичная сторона, которую мы знаем, нам сообщают о помощи, об объеме помощи. Есть теневая сторона, которая и правильно не сообщается. Это графики, какие-то планируемые какие-то действия. Но и что немаловажно, третий момент. Сделать сейчас крайне сложным, если не сказать невозможным, какую-то коммуникацию, связанную с переговорами о приостановке военных действий, которые, возможно, были бы в этом году, в котором Украина была бы паритетной страной. Я не очень сложно это выразил. Очень сложно. Распакуйте, пожалуйста. Распаковываю, да. Вот смотрите, получая помощь, символическую поддержку, даже готовность части наших партнеров включиться в события в Украине, предоставить в тыл свои подразделения. Макрон был очень активен. Одновременно речь шла о том, что, возможно, начнутся большие геополитические торги, торги по оккупированию, собственно, военной фазы. Глядут переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и Макрона, который претендует сейчас на одного из таких креативных лидеров Евросоюза. Он инициативен. Все это происходит в контексте того, что и переизбранный Путин тоже планирует встречаться с Си. А значит, это не просто треугольник, это какая-то коммуникация. В этой коммуникации Макрон выступает в роли такого соорганизатора общего мнения, общей позиции и со стороны Украины. Впереди также, насколько я понимаю, возможны переговоры Зеленского и Макрона, которые могут вообще передворять вот эту всю запланированную майскую коммуникацию. То есть, вот этот набор событий, говорю о том, что возможен какой-то поворот в военной дипломатии, он не означает, что прекратятся военные действия, но он означает, что будет как бы перезагрузка подхода какой будущей войны, будет ли эта война угрожать втягиванию новых участников, превратится ли она в европейскую, то, о чем мы с вами говорили, или эта война будет, ну, скажем, идти по затухающей, и стороны начнут в длинную договариваться, как решать украинский вопрос. Продолжение следует...